Он вывез 350 бойцов из зоны АТО живыми, а его заключили под стражу. Военная прокуратура открыла три уголовных производства в отношении командира батальона Прикарпатия, который самостоятельно принял решение об отступлении, когда силы с противником были неравными. Подполковника Виталия Комара пригласили в прокуратуру Южного региона в качестве свидетеля уже в кабинете. У прокурора ему объявили о подозрении по трём статьям. Вчера сообщили о подозрении преступлений за частью третьей статьи 409. Это отмова от отнесения оборудований військовой службы в боевом обстановке. Частина первая статья 426 – это бездействие військовой владе. Та частина вторая статья 402 КК Украины – непокора. Ещё через короткое время Виталия Комара отправили в Приморский суд для избрания меры пресечения. После часового заседания судья удовлетворил требования прокуратуры частично, заключил командира под стражу на два месяца с возможностью внести за него залог в 300 тысяч гривен. Взагалі я дивуюсь, що вони тут кажуть про якісь, що из-за нашого батальйона там когось окружили, що ми пішли звідти, що ми не боронили на автобусах, треба було боронити всё. На жовтих автобусах, де написано «Діти». Ну, вони ж там не були. І навіть, не дай Бог, якби щось сталося, хоча воно сталося. Люди не мали в золі, на чому вивозити. Не то, що пішки хиба буви ходили. Напомню, 26 августа более 300 военнослужащих отказались нести службу в боевой обстановці в зоне АТО, самовольно покинули позиции і направились к месту постоянной дислокации в Івано-Франковській області. Дякую за перегляд!